Приветствуем всех на канале Диктатура Законов. Это первый правовой YouTube канал Казахстана, который помогает разобрать проблемы наших сограждан из позиции закона и нашего субъективного понимания. Вопрос по банковским комиссиям за обслуживание займа заслуживает такого внимания. Сейчас суды отказывают в исках против банков, и это результат изменения правоприменительной практики. Проще говоря, кто успел, тот и съел. Но, друзья, речь не об этом, а о том, что все банки Казахстана отказались от незаконного взымания такой комиссии. И это коснулось всех действующих кредитов. Но по какой-то причине не коснулось Каспи-банка. У них по-прежнему имеется комиссия за ежемесячное банковское обслуживание. И в некоторых случаях услуги банка нам стоят почти 15 тысяч тенге в месяц. Вопрос, почему до сих пор существует такая комиссия, и куда уходят эти деньги? Мы постараемся ответить в этом видео. Друзья, сегодня о наболевшем. Поехали! Итак, для того, чтобы Каспи-банк не пытался нас уличить в клевете, я разберу этот вопрос на своем личном и собственном примере. Итак, мой кредит в Каспи составляет 1 миллион тенге, который я выплачиваю по 50 тысяч тенге ежемесячно. Платил исправно целый год, пока не заметил, что в итоге мой долг не уменьшается должным образом. В приложении Каспи КЗ видно, что с меня взымается ежемесячное банковское обслуживание в размере 14200 тенге. 14200 тенге? За банковское обслуживание? Друзья, у меня возникает резонный вопрос. Для чего меня обслуживать за 14200 тенге в этом банке? В идеале я получил кредит и плачу по нему плачешь, в который входят проценты по вознаграждению и суммы основного долга. Зачем мне левые услуги? Или эти деньги уходят на ветер? Или кому-нибудь в карман? Именно по этой причине я вынужден был обратиться в Каспи Банк. И смотрите, что они мне ответили. С 2013 года я являюсь клиентом Каспи Банка, так как был заключен договор банковского займа. Здесь как бы все понятно. Далее смотрите. Согласно пункту 1.18 вы присоединились к договору присоединения к комплексному банковскому обслуживанию, сокращенно ДКБО. После предоставляется платежная карточка и в случае расторжения этого ДКБО банк вправе разорвать все отношения с клиентом, отказаться от основного договора банковского займа или потребовать полного досрочного погашения задолженности. Как я понял, друзья, имея кредит в Каспи Банке, ты должен будешь заключить дополнительный договор на обслуживание какой-то карточки. А если ты откажешься, то тебя снимают с графика и заставляют платить и вернуть все деньги целиком по кредиту. Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя окрестят лохом. Трудно судить о кабальности сделки, когда в этом же письме Каспи указывает, что договор на банковское обслуживание не имеет отношения к договору банковского займа и является другим обязательством. Здесь у меня возникают вопросы к Каспи Банку. Почему, если два договора не имеют друг к другу отношения, график погашения один. Ведь банковское обслуживание – это и есть услуги, оказываемые банком. Отсюда вытекает следующий вопрос. Если банк оказывает мне дополнительные услуги, то почему оплата не выставляется отдельно от кредита? Если вы считаете, что оказываете мне услуги, то выставляйте мне счет за эти услуги. А кредит по займу я должен оплачивать по графику. А могу ли я, как гражданин нашей страны, пользоваться лишь кредитом, так как эта карточка мне не нужна? С этой целью, друзья, и с целью разъяснения мы обратились в АО Каспий Банк с повторным обращением, в котором задали вопрос, почему в сумму ежемесячных платежей по кредиту включены расходы по другому договору банковского обслуживания. Ведь в соответствии с постановлением управления Национального банка Республики Казахстан за номером 186 от 27 августа 2018 года, комиссии и иным платежам, связанные с выдачей и обслуживанием займа, микрокредита, выданным физическому лицу, учитываются при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения. На что Каспий Банк ответил, что ничего не ответил, написав, что ранее якобы банкам уже был предоставлен исчерпывающий ответ. И, учитывая изложенное, Каспий Банк считает нецелесообразным его повторное рассмотрение. Порой люди заслуживают большего. Банк, по всей видимости, не захотел отвечать на неудобные вопросы. Позже мы обратились в Национальный банк Республики Казахстан, который в своем ответе, дав оценку, напишет, что договор по банковскому обслуживанию имеет другое обязательство от кредита и направлен на обслуживание платежной карточки и карточных операций, совершенных в рамках использования карты. Ежемесячный платеж погашен. Уважаемый, ваш вызов переводится на консультанта. Уведомляем о записи разговора. Здравствуйте. В просмотре приложения Каспий КСЗ мною было обнаружено, что с меня в рамках ежемесячных платежей по кредиту наличным, наличными средствами удерживается ежемесячное банковское обслуживание. Я хотел бы узнать, в связи с чем связано взимание этой суммы в размере 14200 тенге. Это ежемесячное банковское обслуживание. И банковское обслуживание, это идет часть банковского обслуживания, являющаяся такие сервисы, как платежи без комиссий, очереди в любом отделении, терминалы, банкоматы по Казахстану, круглосуточное обслуживание колл-центра и остальные колл-центры. То есть так... Получается, что я оплачиваю эти суммы в размере 14200 тенге за работу банка. За обслуживание банка, да. Национальный банк Республики Казахстан разделил комиссию за банковское обслуживание и комиссию за открытие и ведение счетов, связанных с обслуживанием займа. В одном случае она взымается и не противоречит требованиям законодательства, а во втором случае вид комиссии исключен в соответствии с постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года. Чисто мое субъективное мнение, два вида этих комиссий по ощущениям одно и то же. Давайте, друзья, порассуждаем в комментариях, в чем все-таки отличие этих двух комиссий. Вообще резюме видео таково, что получая кредит в Каспий банке, нам впихивают вот такую платежную карточку, за которую нам необходимо ежемесячно платить. В моем случае, исходя из предоставленного мне расчета задолженности, я выплачиваю 50 тысяч тенге, из которых 14 200 удерживается за каждый месяц в виде ежемесячной комиссии, на погашение процентов идет также 14 тысяч тенге, и лишь остаток в размере 22 тысяч тенге погашает мой кровный основной долг. То есть, друзья, оплачивая ежемесячный платеж в сумму 50 тысяч тенге, основной долг гасится всего лишь на 22 тысячи тенге. Мы не знаем, обошел ли в данной ситуации Каспий банк закон, и еще предстоит выяснить, связано ли это с начислением дополнительных процентов по кредиту, но мы точно знаем, что в случае несогласия с действиями банка, учитывая договорной характер этих отношений, вы вправе оспорить их, обратившись в суд. С приветом, Национальный банк Республики Казахстан. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Это был наш обзор и наше личное субъективное мнение на тему банковской комиссии Каспий банка. Увы, ответили, как смогли, но мы старались. Подписывайтесь на этот канал Диктатуру Закона. С вами был Кайрат Жасулан. Спасибо, что смотрите. Всем огромной удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА